День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Всем доброе утро. Мы начинаем первую тему, действительно, такую очень важную. Живя на просто курорте. Мы когда-то говорили, что там всесоюзный курорт, в принципе, курорт европейского, можно сказать, значения. Он до сих пор все евросоюзный. Евросоюзный, да, можно сказать и так. И, тем не менее, вот как-то относимся мы, не ценим вот то, что имеем. И, действительно, очень многие из нас, не будем указывать пальцами, вот отправляясь на море, нет, нет, да и да, оставляют после себя то, что вот Сукманс бы не одобрил. Более того, я готов масштабировать результаты вот этой деятельности. Скажем, заголовок меня поразил с самого утра. Землян ждут невыразимые страдания. Тысячи ученых подписались под новым документом о глобальной экологической обстановке. И ученые, вот сообщается, фактически бьют в колокола, говорят, что в области, в том числе климатических изменений, сложилась планетарная чрезвычайная ситуация. Это грозит всему живому невыразимыми страданиями. А все потому, что по экологическим показателям Земля находится в удручающем состоянии. И часть Земли, конкретно вот наше взморе, побережье Балтийского моря, тоже находится в не менее удручающем состоянии. А конкретно завершилась кампания Мана Юры, моё море. И выяснилось в рамках этого мониторинга на каждые 100 метров берега 266 предметов мусора различных. А тут должна была бы звучать песня Челентано «А море, 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 но». Но. Но. Поэтому о результатах вот этого исследования, о том, насколько побережье на самом деле загажено, возможно ли его вычистить, какие, может быть, информационные кампании, призывы будут, что с этим делать. Мы поговорим с руководителем Видес-Изглотый Восфонс Янисом Улмой. Господин Улмой, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о ходе этой кампании Мана Юра, как проводилось исследование. В итоге, ну, вывод уже прозвучал, 266 предметов на каждые 100 метров побережья. Сравнительно с другими странами это много-мало. Какой в основном мусор остаётся? Откуда он вообще? Это бытовые отходы? Это море приносит наследие тяжёлого прошлого? Что происходит на берегу? Очень много вопросов. Да, 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 очень много. Ну, потому что такое. Но я начинать буду о том, как это происходит. Мы произведём эту инициативу уже 10-й год. И надеялись на юбилейный год, что будет получше. Как-то было некоторый признак, что может быть получше. Но так нет. Наша методология довольно лёгкая, но она по стандартам объединённых наций. Такая же инициатива произведётся в остальных странах. Это 100 метров побережья, которые видели по конкретным критериям. Так нет. Где мы видим побольше мусора, там мы из-за скандала берём и начинаем собирать. Это по критериям довольно многим. Где находится эта площадь. И так мы берём площадь от воды до первой стабильной вегетации. И так эти данные собираются. Если по тенденциям, тогда мы видим, что в течение этих 10 лет и лет Но ситуация ухудшилась на одну третью. Если мы начинали с 150-180 единиц, сейчас это 266. Очень нехорошая тенденция – это тоже пластмасса в побережье, если мы начинали. И также с 50%, каждая вторая единица мусора – это пластмасса. Теперь уже это почти 70%. И пластмасса довольно много. Долго остаётся в экосистеме. Что ещё такое важное? По сравнению с иным побережьем или иным странам, мне не нравится такое делать. Потому что, например, и в Балтийском море, это побережье, например, в скандинавских странах, она довольно несравнима с нашим. И тоже аккумуляция мусора произведётся в иных обстоятельствах. Но если мы хотим сравнивать, тогда прошлым годом Европейский Союз решил, что цель в этой дескрипторе, побережный мусор, цель для европейских стран – это 20 единиц мусора на 100 метров по этой же системе мониторинга. У нас 10 раз больше. Я почему спросил, в плане сравнить с другими странами, чтобы понимать, где гадят, сорят больше. Есть ли какие-то рекордсмены по этому свинству? Или рекордсменами, к сожалению, являемся мы? Ну, если некорректно сравнивать, то и бог с ним. У меня есть эти данные, но выглядит, что мы от одних и самых чистых видим в сторону самых нечистых. В течение 5 сезонов. То есть ухудшается ситуация по сравнению даже с другими странами? Да, да. Именно за счет пластмассы? Да, но пластмасса – это глобальная проблема. Пластмассы у нас даже было не так много. Пластмассы было как по глобальным средним, но сейчас эта ситуация такая же, как весь день. А кто больше всего гадит? Вот откуда этот мусор? Это оставляют отдыхающие? Это приносит, может быть, откуда-то течением? Есть ли какая-то статистика? Когда мы говорим, что это корабли выбрасывают, но это, увы или хорошо, что это неправда. Одна пятая мусора может произойти от моря. Это тоже такой очень средний, глобальный. Но 80% – это из побережья. Это не только туризм в пляжах. Это тоже канализационные системы. То, что внесется, например, из Даугавы, из Лейлопы, от городов – это неправильное благоустройство в побережьях зонах. Не только в пляжах, но это тоже сельское хозяйство, порты и так далее. А есть ли какие-то места в Латвии, которые могли бы стать, быть примером, самые чистые какие-то районы? Да, есть. Увы, у нас… Ну, мы публикуем каждый год три топа. Сейчас уже две от них возглашены. Это топ чистых мест, топ нечистых. И будет в следующей неделе топ окурок. Это одна тоже большая проблема. И если мы смотрим этих данных, десятилетия тогда самое чистое, я думаю, насколько помню, 8 лет из 10 был пляж Абрахциемса, где, ну, они с хорошим менеджментом, они почти-почти достигли эту амбициозную европейскую цель. Это в этом году это 48 единиц мусор на 100 метров. И для них это кажется много. Да, на самом деле известно, а вот этот топ самых чистых, нечистых мест в Латвии составлен в рамках кампании «Мана Юра». И в самом деле самый чистый пляж в Абрахциемсе, а самый засорённый в Лепе и Каруста. И в Карусте я сейчас попытаюсь найти… 1587 на 100 метров. Да. Да, то есть это вообще превосходит какие-то все мыслимые пределы. И Далговгрива, кстати, тоже на втором месте. Ну, и в Далговгриве есть откуда нанести, и в Карусте тоже, там же открытое море, и ветер дует, и на берегу кто-то что-то оставил. Ну да, кто-то огрызок, кто-то окурок, ну и из моря тоже там запросто может принести. Яни, скажите, как можно противостоять этому всему? Ну, понятно, что если человек оставляет за собой мусор, это вопрос культуры, с этим как-то можно бороться, там разъяснительные какие-то информационные, может быть, компании, штрафы и так далее. Но производственное засорение, то же самое, что наносится из моря, или очистные сооружения, или что вы ещё перечислили, какие-то промышленные, что в этом плане можно сделать, планируется сделать в ближайшее время? Ну, у нас есть две хорошие новости в этом году. Увы, мы не видим ещё, как они влияют на ситуацию, но я думаю, система депозитов будет одним из тех инициатив, которые поможут улучшать данные. Но мы видим это из примера Литвы тоже. Второе есть, это новая директива, которая перенесена в законе и в Латвию, одноразовые пластмассы, которые, ну, мы тоже расследовали ситуацию, как коммерсантам идёт с внедрением этой директивы. Ну, не так уж лучше, но не так уж хорошо сейчас, но я думаю, что в следующем году это будет, я надеюсь, влиять на данные, на данные пластмассы особенно. И насчёт портах, ну, там, я думаю, такие большие надежды на национальное законодательство или культуру, мне больше нет. Ну, там надо смотреть на международное законодательство, конвенциях и так и попытаться, чтобы в Латвии эти инициативы тоже были, ну, как-то, как-то респектированы. Потому что ситуация, ну, эта проблема в глобальном масштабе стала так и стоп-проблема только 10 лет назад, ну, 15 лет назад. Так что улучшение, я надеюсь, что будет. Раньше, я помню, лет вот как раз 10, 15, 20, может быть, назад, довольно часто были скандальные такие расследовательские сюжеты по телевидению, посвящённые каким-то опасным выбросам с предприятий в реки, озёра, море и так далее. Насколько актуальна сейчас такая проблема для Латвии или с уменьшением и количества, и размеров производств ситуация кардинально изменилась? Ну, это, я не пытаюсь быть экспертом во всех темах. Это химические отходы и так далее исследовать государственным институциям. Не так, что таких нет, но ситуация по контролю и по получению каких-то лицензий, деятельности, это из-за европейского законодательства улучшилось в последнюю декаду. Так что есть поменьше, есть поменьше, но это не означает, что вообще этой проблемы нет. Но, например, мы в своих мониторингах мы не констатируем микробиологическое загрязнение или химическое загрязнение. Так что это одна из тем, которые нет в наших данных. И так как я не работаю с этой темой, я бы... Хорошо. Янис, а скажите, пожалуйста, вот пандемия, она улучшила или ухудшила ситуацию? Я объясню, просто много писали в свое время, что в ряде акваторий, например, в Венеции там вернулись дельфины, что стало меньше туристов. Но в свою очередь больше стала использоваться пластика, там пластиковые пакеты для того, чтобы каждую, не знаю, овощ, фрукт в супермаркете обернуть, и от этого пластика стало использоваться больше. Вот с одной стороны так, с другой стороны так. Вот как пандемия могла повлиять? Насчет мусора, ну, пандемия... Ну, мы видим из данных, что улучшается мусор, мешки пластмассовые, всякие штучки. Ну, да, пандемия ухудшила ситуацию. Это одно из... Ну, как-то... Мы видим по данным, что нет много других разъяснений, зачем такая тенденция идет, потому что это уже не такая нормальная тенденция. 266 единиц мусора на 100 метров. Это уже... Ну, критично. Это критично. Это нет нормального. И второе, что влияло, что, ну, как немного тенденция будет звучать, но влияло так, что люди начинали... И такие люди, которые в нормальных условиях не так уж использовали побережья и не так уж ходили в лесах, и тогда начинали использовать эту экологию, и не все от них... Ну, уровень культуры отстает в некоторых аудиториях. Ну, это такая... Мы правильно понимаем... Это мы слышали из менеджмента всяких территорий. То есть мы правильно понимаем мысли, что из-за... Ограничений. У меня вот этих, да, ковидных ограничений, а жители стали чаще выезжать на природу, на свежий воздух, в том числе на побережье, и в связи с этим в силу естественного вот этого прироста посетителей стало и больше мусора. Ну, увы, да. Увы, да. Да, печально. Что можно сделать, какие, может быть, компании сейчас готовятся, чтобы изменить эту ситуацию к лучшему? И есть ли такая... Такая надежда на улучшение ситуации? Ну, да, образование, конечно, всегда будет, я думаю, для нескольких десятилетий все еще очень важно. Но эта ситуация, я думаю, решение есть в превентивных мероприятиях. Так не только, что собирать лучше и побольше, но не пустить какие-то... это уже начинается с этой новой директивой, но это можно и больше сделать, чем только минимум в Латвии. Превентивные акции, чтобы некоторые продукты, одноразовые или неодноразовые, не пустились или в побережных зонах, или в маркете вовсе. И третье, ну, например, это проблема Кура, которая одна из самых больших в этой теме по глобальным масштабам, ну, если на официальном пляже, где, в общем, курить не позволено, лежат 600 куров на 100 метров, ну, тогда там что-то с контролем и штрафом нехорошо. И эту тему можно решать получше, если мы, ну, уже респектируем эти законы, которые уже есть. И это проблема в Латвии. Спасибо. Спасибо. Я не сумму, руководителю ВИДЭС, изгледов с ФОНС, за рассказ о результатах исследования МАНа Юра, Моё море, которое показало, что у нас достаточно загажено, к сожалению, побережье. Есть определенные методы, инструменты, что с этим можно сделать. О них мы поговорили, о них расскажет портал МИКС-Ньюс, в ближайшее время, в буквальном смысле, расшифровав нашу вот эту беседу, пожелаем Янису, конечно же, успеха в борьбе, а всем нам роста бытовой культуры, ну, прям скажем, это зависит от каждого из нас, не оставлять за собой мусор и следить за общей ситуацией, так, в том числе, она и улучшится. Спасибо большое. Спасибо, хорошего дня, Янис. У нас небольшая пауза, после которой мы поговорим еще об одном исследовании. Управление по делам гражданства и миграции запустило опрос неграждан по вопросам негражданства, негражданства.